В России выпустят аналог винтовки М-16 с мощным отечественным патроном. Российский вариант американской винтовки М-16 комплектуется высокоточными стволами отечественного производства. Источник изображения Инстаграм.ком Российские оружейники планируют запустить в производство аналог знаменитой американской винтовки М-16, правда, она стреляет российскими патронами калибра 7,62. Разработчиком российского ответа американской легенде является компания Промтехнология. Она известна тем, что выпускает высокоточные винтовки и карабины, в том числе снайперскую винтовку Точность OSIS T-5000, которая стоит на вооружении российских спецслужб. Предприятие решило создать свой вариант американской штурмовой винтовки А-15. А-15, которая в армии США известна под обозначением М-16 и использует патрон калибра 5,56. Изюминкой российского варианта М-16 стал русский автоматный патрон калибра 7,62 Х-39 ММ. Этот калибр используется в автоматах АК-103 и ряде других образцов российского оружия. Как сообщили в пресс-службе компании, пуля патрона в два раза тяжелее, чем пуля американского автоматного патрона 5,56, и, соответственно, имеет большую энергию на всех дистанциях стрельбы. Весовые параметры и параметры отдачи не увеличились по сравнению с меньшим калибром, отметили в Промтехнологии. Российский М-16 разработан в двух вариантах гражданском, при котором стрельба ведется только одиночными выстрелами, и армейском с возможностью ведения автоматического огня. Винтовки в новом калибре комплектуются высокоточными стволами собственного производства. И, как уверяют в компании, значительно повышают точность и ресурс по сравнению с оригинальной винтовкой американского производства. Изюминкой российского варианта американской штурмовой винтовки М-16 стал русский автоматный патрон калибра 7,62х39 мм. На данный момент общий настрел при испытаниях на ресурс превысил 17 тысяч выстрелов. При этом показатели точности и кучности остались в пределах заявленной нормы 1,52 мм, угловая минута, с селевыми боеприпасами на дистанцию 300 метров. Винтовка также прошла климатические испытания, рассказали агентству ТАСС в компании. В Промтехнологии отметили, что винтовка комплектуется телескопическим прикладом, тактическим цивем со слотами типа «Кимод», единой планкой «Пикатин» не для установки оптических и калиматорных прицелов, а также дополнительного оборудования, а шахта магазина унифицирована со всеми винтовками и карабинами типа «А». Планируется, что это оружие, которое достаточно популярно у стрелков-спортсменов, займет свою нишу в России. Интерес к винтовке также могут проявить силовые структуры. В начале осени компания уже запустила в производство винтовку AR-15J в классическом американском калибре 5,56Х45ММ. Возможно, разработка в России американских штурмовых винтовок М-16 стала ответом на производство автоматов Калашникова в США. В Америке сейчас запущено мелкосерийное производство автоматов под названием «Агалфа» автоматическая винтовка А-15 калибра 5,56Х45ММ, вторая в мире по узнаваемости после автомата Калашникова. Она была разработана американскими конструкторами Эджином Стоуном и Джеймсом Салливаном в 50-е годы прошлого столетия. Для того времени винтовка имела ряд инновационных решений. За счет применения алюминиевых сплавов и пластика она была легче своих конкурентов. На вооружение американской армии это оружие поступило в начале 60-х годов. А-15 сейчас продается в Америке как гражданское оружие для самообороны и охоты. Кроме того, оно является штатным оружием полиции США. Сейчас на вооружении армии США стоит карабин М-4, который является усовершенствованной версией М-16. Всего выпущено более 8 миллионов экземпляров винтовки, включая ее модификации, в том числе гражданские. Для примера, общее количество всех разновидностей автомата Калашникова на хранении и вооружении российской армии составляет более 17 миллионов единиц. Александр Степанов Право на данный материал принадлежат Российская газета. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.